Прочь, коронавирус! Я предлагаю, выберем невесту, которая будет на следующей программе, которую будем по-человечески выдавать замуж. Мы всех уже выдавали. Леночка, ты была два раза и два раза солировала. Я вот, например, моя фаворитка, Олекса, потому что вас, во-первых, жених обидел на прошлой программе, во-вторых, вы сидите наидостойнейшая, такая скромная, прекрасная, красивая и яркая. И уже прям по-человечески вас выдадим замуж. Не, ну и, конечно, у вас свои сейчас фавориты. Нет, нет, Олекса, это будет справедливо, потому что у нас в качестве главных героиней... Подождите, нет, Алиса, у меня были старые, а я хочу была... Вы были уже 100 миллионов раз солировали, да. Я вот, смотри, Анечка, посмотри, какую... Анечка была уже... Анечка была главной героиней. Меня муж бросил. Послушайте, нет, ну это нечестно, Роза. Послушайте, все уже были здесь героинями, рыбоньки. Не обижаетесь же, правда, а вы к нам еще... Обижаемся. Может показаться, что у нас здесь, конечно, сумасшедший дом. Все, девчонки, выдыхаем. Ушли. Ушли, слава богу, разбрелись. Такие все талантливые, такие яркие, такие шумные. Конечно, невозможно, и каждый требует отдельного внимания, да. И посмотри, какие обиды. Почему не их выбрали главной невестой на следующий день? А почему не их-то? Ну, потому что, во-первых, они были у нас. Каждая была, а некоторые не по одному разу. А Алекса такая яркая, была претенденткой, ее обидел жених. Ну, как-то нехорошо он как-то с ней, подшутил нехорошо. Не понравилось. Поэтому, я думаю, будет правильно ее сегодня выдавать замуж. Так что давайте Алекса приглашаем. Алекса, 31 год. Посигнула на сердце самого короля Людвига. Но с первых же секунд знакомства шокировала его своим внешним видом. Алекса, пожалуйста, я первый раз вижу меня. Я боюсь вас, честное слово. Боитесь? Я боюсь вас. Это хорошо. Я даже красать не хочу, потому что вообще другой человек. Мне обещали такой красавец, как она меня хвалила. Редактором я поругаюсь. Так я и так красавица. А Алекса, разве не красить? Для Людвига, для короля, вот такую девушку. Нет, извините, вы такой максимальный эпатаж не тоже на любителя. А почему губы сделали? Зачем я так говорю? Знаете, обсмеют друзья, скажут, Людвиг, с кем ты вообще рядом стал? Меня тоже могут обсмеять, друзья. Почему вы стоите в силе пунктикурованных? Просто он понимает, что он даже вас в одну губу не поцелует. Своим маленьким ротиком. Зато отвергнутая женихом, Алекса покорила сердца миллионов телезрителей. А программа с ее участием набрала рекордное количество просмотров в интернете. Алекса – блогер и модель. Гордится тем, что она самая модная в Магнитогорске. Называет себя жертвой косметолога. Признается, что страдает синдромом отличницы. Алекса не станет вступать в отношения с блондинами и перекачанными бодибилдерами. Ее мужчина может быть бизнесменом, пластическим хирургом или блогером. Главное, чтобы он не был слишком консервативным в области стиля. Алекса, ну привет еще раз. Здравствуйте. Ну губы, губы, что с губами? Она сказала, что она жертва косметолога, но… Ну у каждого есть свои какие-то вещи, на которых она парена. У меня вот голова, примерно, татуирована. Правда, что про вас писали в газетах? И вообще напомните, кто ваш папа? Почему такой резонанс вызвало ваше появление в нашей программе? Мой папа, он бывший госслужащий. Соответственно, у меня всегда синдром отличницы был, потому что мои родители меня воспитывали достаточно строго. Я закончила школу серебряной медалью, была прям образцово-показательным ребенком. Вот после этого, скажем так, по настроению своего папы я поступила в институт на бесплатное, скажем так, по баллам я прошла, но на бесплатное отделение. И когда начала там учиться, поняла, что это не моя профессия. Работа очень много выполнена с ее лицом. Мягко говоря, ненатурально. Ну да, и скулы, и подбородок. Ну про губы я уже молчу, конечно. Скажите, пожалуйста, Алексия, а вот эти вот татушки, губы, вот весь ваш вид, вы немножко затравлены. Это в результате того, что родители пережали? Ну честно. Да. Все время, наверное, стали в пример папу, нельзя, нельзя позорить папу, что скажут люди, да? Да. Город маленький, все друг друга знают, папа человек на виду. Да, так и есть. И в каком году началось вот это протестное движение? Скажем так, я начала делать татуировки, когда поступила в институт, но на таких местах, на которых он бы не заметил. То есть там на спине, например, либо на руке сверху, где не видно и можно прикрыть одежду. Но губы еще не трогали? Губы не трогала, да. Я так хотела посмотреть на фотографии ваши, вот где вы еще до. Мне кажется, вы были такой милой девчонкой. Люди делают это не просто так, это делают из-за того, что на них не обращали в детстве внимания, либо завидовала подругам, либо в школе ее обижали, скорее всего, возможно, мужчины не обращали на нее внимания. Поэтому, в принципе, пол Москвы таких девушек я, честно, даже не удивляюсь. Ну вот когда первый раз папку вашу увидела вот с такими грибами на лице? Начнем с того, что он мне пообещал дать денег, когда я закончу институт. То есть тогда это только еще зарождалось, и я захотела сделать себе губы. Он мне сказал, что вот закончишь институт, тогда делай все, что хочешь. Я сделала первый раз, и мне очень сильно это понравилось. Ну папа баловал, машину покупал, деньги давал, вы так отрывались с 18 лет неплохо. Да, хорошо, всегда хорошо. Ну а что там? Ну не переходила границы. Понимаете, если бы передо мной сейчас сидела дурочка IQ, которая полтора, ну я бы сказала, ну да, хорошо, ну а что, девчонки, правда же хорошо, ну и найдете свое счастье. Ну у вас крупными буквами написано интеллект на лице, воспитание, хорошая семья, вы хорошая девчонка, я понимаю, что в чем-то проблема. Ну у нас сейчас не кабинет, да, психолога? Слушай, а как ты думаешь, что ее губы – это ее самовыражение? Я думаю, что ее самовыражение не только в губах, наверное, во всем. Ну вот просто человеку это хочется, а почему нет? Я считаю, что в нашем веке вполне доступно делать все, что угодно с собой. Сами как себе объясняете? Долго еще будете дурью маяться? Ну сейчас я поняла, что я этим зарабатываю популярность, мой блог развивается благодаря моим губам. А что он вам даст? Ну вот вы блогеры, что это вам даст? Скажите, пожалуйста. Миллионы заработаете? На влоге можно заработать миллионы. Вот если бы вы был как Ким Кардашьян, понимаете, зарабатывали бы миллионы в долларах, я бы сказала, господи, и уши себе надуйте, и глаза пусть будут навыкать у вас, и пальцы как сардельки, все накачайте себе. Потому что миллионы. Вы бы таким образом могли заткнуть всем рот. Но это не приносит, кроме ущерба здоровья. Какие бонусы вы получаете, Алексе? Ну, вы знаете, пока, наверное, я еще хочу поиграть с этим. Может быть, я планирую, да, безусловно, лет 35 с этим закончить. Ну хорошо. То, что у вас не выбрал жених на прошлой программе, я счастлива прямо. Потому что, во-первых, я не представляю себе вас в паре, но я с ним никого не представляю, потому что он сам на себе женится в результате. У него тоже это написано на лице. Ей нужно просто с рядом хорошего мужчину, и, в принципе, можно это все поменять, потому что внутри видно, что человек, в принципе, добрый, хороший. Ну, конечно, чуть-чуть ее даже где-то жалко, но это нормально. Поэтому она, наверное, и здесь. Скажите, пожалуйста, а какие у вас, в общем, в целом отношения с отцом? У меня такое ощущение, что вы с папкой боретесь все эти годы, что-то ему хотите доказать. И поэтому дело не в комплексах вашей внешности, но вы прихорошенькая, и с женой чудесно. Что-то у вас какая-то идет внутренняя, с детства видать борьба с папой? Нет, нет, такого нет. У нас с ним очень хорошие отношения. Тогда вот единственный вопрос. За что себя наказываете? Ну, я не считаю, что это какое-то наказание. Вы себя наказываете? Ну, а почему вы так думаете? Я не думаю, я просто столько перелопатила литературы всякой разной, чтобы про себя что-то узнать, поспокаивать. Потому что если бы я про себя не узнавала, и не читала, и не общалась бы, да, у меня бы не только губы были надуты, я бы ходила с рогами, с выколотыми глазами, понимаете, на копытах. Но это колбасит нас по жизни. Если люди просто устроены, есть сложно. Вы сложно устроенная девочка. И вы таким образом себя наказываете. За что? Вот как только себе ответите и узнаете, и муж появится, и с папой отношения наладятся, и карьера попрет. А блок – это ничто. Это даже не эфир. Это вообще пена. Чтобы обратная дорога была, понимаете? Девушка сильно перестаралась с собой, своей внешностью. И у меня большой вопрос к косметологам вообще, которые взялись за вот это вот все. Зачем? Потому что мы в своей практике отказываем. Мы не беремся за таких девушек. За кем вы сегодня пришли? Ну, наверное, за состоявшимся мужчиной. Хорошо зарабатывать. Да, да. Модный. Да. С чувством юмора. Конечно. Он должен восхищаться вами, правильно? Ну, желательно. В общем, взгляды на красоту. Да. Ну, смотрите, вот для меня, например, модный Андрон Кончаловский. Вот потому, как он одевается, как он себя ведет. Вот я клянусь вам, вот если я, например, не знаю, как мне одеться на встречу с продюсером, я всегда представляю себе, а как бы отреагировал на меня Андрон Кончаловский. Ну, просто вот это в моем воображении. Да? И я убираю из себя все лишнее. А для вас модный – это какой мужчина? Я хочу, чтобы в нашей семье была одна звезда. И это я. А он, чтобы был приличным, хорошо образованным, ни в коем случае не фриком, красивым. Но вы, если фрик, почему он будет не фриком? Как? Потому что я хочу противоположность себе найти. Дэн, слушай, ты готов, чтобы она была звездой в ваших отношениях? Одна звезда? Да, я думаю, что она сама не знает, что еще будет одна звезда у нее совсем скоро. Вы хотите несовместить несовместимое? Я хотела бы пластического хирурга, например. А пластическому хирургу вы на кой? На вас посмотрит, скажет, мама дорогая. Еще, не дай бог, с ним начнут сразу. Он скажет, что же ты уделал-то? Какой работа? Как мы к тебе пойдем? А он для чего, он пластический хирург? Чтобы себя бесконечно улучшать? Ну, может быть. Мне просто эта профессия очень нравится. Я о ней, возможно, мечтала когда-то. Поэтому у меня интересует... Ну, хорошо, девочки. Ну, я что говорю? Вот я, конечно, смотрелась на все это. Может, у меня тоже некое помутнение начинается или там профессиональная деформация. То есть я для себя начинаю понимать, что, в принципе, приданное-то, которое в классическом варианте, там, квартиры, хорошее образование, родители. Это есть. Уже нет, это я понимаю, что есть. Я говорю, это уже как-то не модно, не в тренде. А в тренде у нас, собственно говоря, вот такое представление о красоте, блогеры и все остальное. Мы такие жертвы этого времени, чтобы видоизменять себя, модифицировать. Алекса, погуляйте еще годик до декабря. Вот я вам даю времени до декабря 2020 года. И после этого я считаю, что вам нужно менять себя. Не пять лет, не шесть, как вы себе это отмеряете. Почему такая прощальная гастроль? Потому что вы можете действительно состояться как личность, начиная с этого момента времени. Но вам для этого точно нужно будет выглядеть так, как окружающих людей не будет шокировать. Вот говорю просто как есть. Жених на вырос тогда. А мужчина нужен спортивный, активный, мужественный, прямой, прямолинейный. Поэтому если сегодня даже вы что-то нелицеприятное будете слышать, все равно обратите внимание на этих мужчин. Потому что очень мягкий, вежливый, который будет улыбаться и говорить, что его все-все устраивает, это, скорее всего, по характеру не ваш. Знакомьтесь с первым жеником, покажите. Привет, Алекс. Меня зовут Игорь. Давай сегодня, можно, ручку твою раскрасим мир своими красками попробуем? Держи, это тебе. Огромное спасибо вам. Спасибо. Пойдем. Не могу понять, почему молодой человек не подал руку даме, в принципе, в таких каблуках, платье, и как-то они пошли как-то в рост, ну, не по-джентльменски, не по-джентльменски. Игорь, 38 лет, спортивный блогер и бизнесмен, также разрабатывает собственную линию одежды, гордится титулом вице-чемпиона по бодибилдингу в Санкт-Петербурге, предупреждает, что не использует голосовые сообщения, признается, что с вечера готовит комплект одежды на завтра. Игорь отправил избранницу в командировку на неделю, но осознал свою ошибку, только когда не смог уговорить ее вернуться, надеется, что Алексей его не бросит. Здравствуйте. Здравствуйте. Это правильно, что вот эти, будь они прокляты, голосовые сообщения. У меня есть приятельница, которая едет в машине, ей делать нечего, она до меня дозвонить не может. И она мне шлет километровые 15-20-минутные сообщения. Привет. Ой, сейчас, секундочку, я кофе зайду возьму. А, ну все взяла. Ну вот, ну короче, я еду. Сумасшедшие люди. А вы по какой причине? То же самое? Воруют время? Именно то же самое. Это как бы именно по времени. Если не можешь дозвониться, звони еще. СМС-ку напиши. Вот гузей вам подходит. Вот реально. Вот они прям классно смотрятся. А может, Рози? Нет, Рози нет. Поэтому интересно. Слушайте, у вас такая тибетейка на голове. Больно было мгновенно? Да нет, не больно. Ну, относительно больно. Вы мусульманин? Я нет. Это японские цветки жизни. Я через них воспринимаю своеобразный энергетический поток. А волосы не растут? Ой, какая прелесть. Ой, волосы у меня, они растут с 21 года вообще. А на руках много? Вообще сколько процентов кожи покрыто? Ну, на самом деле не так много, как хотелось бы. Кстати, обрати внимание, анатомически у него тоже близко посаженные глаза, как и у нее. И они прям как одно лицо смотрятся. Ну, у нее, слушай, много уже общих интересов. Он тоже увлекается вон татушками, а она любит бизнесменов, а он бизнесмен. Слушайте, а ваша бывшая была так же ярка и манка и интересна, как вы? Если да, ну или так же хороша, как наша Алекса, тогда ее не то, что на неделю нельзя было отпускать, на минуту от себя. Ну, у меня девушка была, она была мулатка. Да что вы! Ну, хороша собой? Ну, хороша, естественно. И мы просто с ней познакомились случайно, и она из Москвы переехала ко мне в Питер. Ну, вы ее как-то развивали, она была в спортивной форме благодаря вам, да? Ну, конечно, я ее и готовил к соревнованиям. Бизнес ей открыли, спортивного питания. Она занималась у меня и блогерством, и у нее был свой канал, у нее были свои, много контрактов по питанию, по спортивной, по обычной езде. Тогда почему сбежала? Ну, если все так было бриллиантово. Ну, в один момент, когда мы путешествовали, я очень сильно отравился и вернулся уже в Питер, ну, в очень плохом состоянии. И мне поставили хронический панкреатит. Хронический панкреатит, и я две недели, наверное, лежал, а у меня тогда была последняя подготовка какая-то тоже. А когда панкреатит, единственное лекарство – это голод. Да. Почему нельзя есть? Мне сказали, что совсем чем-то занимался раньше в жизни, вот сейчас в твой период, ты можешь забыть и на этом поставить крест. И больше тебе вообще ничего нельзя. Посмотреть на их глаза, они очень похожи, они задумчивы, они чем-то расстроены. Вот не зря говорят, глаза – это отражение человека. И в какой-то момент я просто решил уехать за город. Снял как бы загородный дом и думал, что как бы вот я где-то буду один. А жили вместе? Жили вместе, конечно. То есть она сразу же переехала ко мне, и мы сразу начали жить вместе. Ну вот. И в какой-то момент я переехал в загородный дом и думал, что мне там станет лучше. Но мне все хуже и хуже становилось, потому что я не понимал, с чем я имею дело. То есть мне было просто плохо, и все. Я не знал. Ну вот как-то получилось. А она что, ухаживала? Она была, да, со мной все время, как бы, да, ухаживала. Но в какой-то момент получилось так, что в Москве была выставка американская, очень известная. И она по контракту должна была туда лететь и там участвовать. И она просто не вернулась. Но она еще со словами, с такими подлючами от вас уезжала, сказала, что она ненавидит слабых мужиков, да? Это получилось тогда, когда она не захотела уже возвращаться. И я не понимал, почему она не хочет возвращаться. И в какой-то момент она сказала, что все ее причины, разводы прошлые, она уходила от мужчин, потому что видела, что они слабые. А у нее такая история, что... Слушай, ну это она позорница. Ну, потому что заболел человек, да, и он сказал, что он слабый. Слабость, вы заболели. Но болезнь – это не слабость. Я понимаю, если бы забухал там, я не знаю, или... Заболел. Да, это одна история. Заболел. Ой, как хорошо, что вы расстались. Алекса скажет, не нужен мне такой парень. Должен гвозди жрать, да? Не, ну, она сказала, что он сильным должен быть. А так, предыдущая девушка ушла из-за того, что он был слабый, из-за панкреатита. Мы хотим обеспеченного мужа. Состоявшегося. Не обеспеченного, а состоявшегося. Обеспеченного, правильно я поняла? Что у нас с доходом? Сколько вы зарабатываете? Вы блогер, вот, подходит блогер. Ну, я могу сказать так, то, что, как бы, зарабатываю, то есть я до 200 тысяч в месяц. У меня два магазина своих, квартирных. Ну, вот, ну, если... Ну, я приехал сюда не покупать невесту, ну, прежде всего. То есть тот достаток, который я имею, я его имею. Это то, что я добился. Это готовность ваша к женитьбе. Сможете ли вы прокормить жену, будущих детей? Прокормить, прокормить могу. Вот мы, поэтому мы в этом контексте спрашиваем. Кстати, а бывшая не обобрала? Нет, потому что я знаю, что она из вас и деньги качала. Не прописали, квартиру не потеряли? Нет, ничего, слава богу, она у меня не увела, но кровь пососала, конечно, нормально. И кошелек? Так, в принципе, реально стильный, классный. Но на самом деле, мне кажется, что они не подходят, потому что даже рост взять, и, мне кажется, ему девушка нужна более посерьезней. Посерьезней? Посерьезней. А разве, Олег, ты не серьезная, думаешь? Ну, я имею в виду по внешнему виду, они чуть-чуть отличаются. Мне кажется, вот они похожи как брат-сестра, да. Скажите, вам Алекса нравится? Да. Очень хорошо. Она умная, вы знаете, умная из хорошей семьи. Она стеснительная, умная и честная. И этого достаточно, да. Ну, с гудурией вот этой вот мается, пусть помается до декабря, сказала Василиса. Хорошо, что не воспитываете ее, как у нас здесь были воспитатели. Нет, я не воспитываю. Очень хорошо, покажите сюрприз. Сюрприз, да. А цветочки сначала, может, нам подарите? Да, я подарю с удовольствием. Смотрю на них и смотрю. Уже смешно. Дорогая, мы не успеваем в больницу при твоих родах. Ой, я чувствую, там уже шевелится. И мне придется принять роды у тебя. Ты как себя чувствуешь? Нормально? Прекрасно. Почему горох? Я вообще не могу. Еще на горох она рожает. И сварят суп горохом. Мне кажется, что она вообще в шоке. Она думает, что про это сходят. Оп, вот первый пошел. Ой, смотри, он прям на маму похож. Самый первый, который вышел. Да и на папу тоже. Да, держи его. Держи его. Замечательно. Да на папу бросайте. Ой, много. О, второй-то какой крепыш-то идет. Туго-то как, а? Ох, это побольше. Это вроде как в меня, по-моему. Да, судя по лицу как бы. Это мальчик или девочка? Это мальчик, конечно же. А там девочка была, да. К чему вообще этот сюрприз непонятно? Я тоже не могу понять. Она же детей хочет. А, она хочет детей, да? Она хочет детей, но она, наверное, не хочет стать многодетной матерью. Ой, да тут близняшки, по-моему. А, нет, тут двойня сразу и маму и папу одинаково. Ой, какие холосенькие. И мальчики, и мальчики, да? Мальчики, и девочки. У нас по мальчику, по два мальчика и по две девочки. Ой, счастье-то какое. Да. Ребята, я вас поздравляю с первицами, какие вы молодшие. Ой, ты, я же целся. Держите, держите. А вы-то кто такой? Откуда вы появились? А, если позвольте спросить. Это родственник, что ж? А, родственник. Я оттуда думала, столько горошек из одного огорода. Он из одного огорода знакомый. Нет, просто я так думала, один стричок, понятно, это муж, а второй стричок, это кто? Это рядом родственник. Понятно, теперь понятно. Спасибо большое. Ну что, мамашка многодетная. А вы, в принципе, хотите детей? Ну, столько много, точно не хочу, как сюрприз. Ну, как хотите? Ну, одного максимума. Максимум. Она очень нежная, стеснительная, стеснительная. И у нее свой, очень такой, как бы, мир свой не... Я даже не знаю, как сказать. Мир такой, ну, не испорченный. Как вам, Игорь, скажите? Пока что, пока что. Хороший жених. Модный. Интересный. Такой классный. Роза. Он не просто модный. Он даже ведро мусорное выносит и обязательно одежду такую трендовую одевает. Представляете? Стильный блогер, как заказанный. Трендибринди. Вася. Ну, мне понравилось. Я хочу сказать, что не просто так он сегодня сюда пришел. Он любит девушек, которые его пробуждают, зажигают своей необычностью. Темнокожая девушка его будоражила тоже своим внешним видом. Ему нужно, чтобы женщина чем-то отличалась, чтобы она чем-то цепляла, какой-то диспропорциональностью, может быть, чем-то выбивающимся из обычного, скажем так, круга его представлений. Поэтому я уверена, что вы ему тоже понравились. Понравились, понравились. Да, и я думаю, что он по своему типу, по своему мужскому складу тоже вам нужен. Но я уверена, что вы не такой предатель, потому что скорпион за своих порвет. Знакомьтесь со вторым женихом. Ну, в общем, у меня только положительные эмоции на самом деле. Ну что, пошел второй жених. Привет, Олекса. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Я разбираюсь в красоте. Это круто. Спасибо вам большое. Спасибо. Андрей, 32 года. Пластический хирург. Мечтает приносить пользу людям. Предупреждает, что теряет голову от стильных девушек со вкусом. Признается, что любит быструю езду. Андрей не смог жить на территории избранницы, а она, в свою очередь, отказывалась ночевать в его квартире. Надеется, что с Олексой ему будет комфортно. Здравствуйте. Ну, знаете, Андрей, не поверю никогда, что такой красавчик, модный. Пластический хирург. И пришел к нам на программу за невестой, за помощью. Да вы отбиваться должны, как от мух на Зойлевых. Вам же проходу не должны давать невесты. Прямо пациентки причем даже, я думаю. Нет, ну пациентки, это кто же на работе. Все на работе, Лариса. Зачем пришли, честно? Пришел пообщаться. В общем, почему бы не попробовать все методы? Он очень похож на Валерия Леонтьева, что не может, конечно, не заколдовать ее, если он нравится ей. Ему же понравится рост, но, опять же, не в росте дела. Ну, мое личное мнение, что он ей не подходит вообще. Кроме того, что он хирург. Вот смотрите, перед вами сидит готовая уже девушка. Точно не будет вас доставать. Поправь мне там губки, скулы. Нет, она сказала, что, ну на будущее, мало ли. Ну, на будущее. Я еще не встречал ни одной девушке, которая была бы полностью всем довольна. Настанет момент, когда мы пойдем дальше. Скажите, а вот когда вы видите окровавленную леди там с вывернутыми веками, с зубами, выбитыми губами, а как вы потом, она вас возбуждает? Ну, как она может стать объектом вашего желания, вашей любви? Ну, подождите. Одна ситуация это в операционной, другая ситуация это в жизни. У вас были романы с пациентками, с бывшими? Я не могу ответить на этот вопрос. Пациентки, они же рады, то, что он с ними делает. Они, скорее всего, благодарны ему. И может быть, все что угодно произойти. Но все зависит от пациентки, на самом деле. Я думаю, да. Но я думаю, что было. Мы за естественную красоту. Кстати, я сегодня с другом. Это мой коллега Кондратьев Денис Геннадьевич. Тоже пластический хирург. Скажите, вы бы подкорректировали Алексу? Ну, это Алексе нужно решать. Вы поймите, мы работаем по запросам. Вы за естественную красоту, значит, Алексе у нас уже не подходит. Нет, ну как мужчине, как мужчине вам что-то режет глаз? Что-то режет. Ясно. Ясно. Расскажите про свою жизнь, про свою любовь. Что бы вы не могли с ней договориться, где жить? Что за причина? Ну, допустим, у меня аллергия на домашних животных. А у нее собака. И мы ничего не могли с этим сделать. Да, невозможно все время быть на антигистаминных. Невозможно. Невозможно работать. Тем более вы хирург. У вас должно быть такое сосредоточено. Такое должно быть внимание. И когда говорят, что при этих таблетках, я их пила полгода от аллергии, думала, на стену лезла, что можно работать. Не можно работать. Ты все равно дармазнутый. То есть она поставила очередь собачкой. Ну и вопрос приоритетов. Ну да, то есть у нас не получилось наладить какой-то свой путь. Он как серая мышка, получается, с ней. Но хотя с другой стороны, она хотела быть звездой в отношениях, выделяться. Ну, понимаешь, она будет просто им вот так вот манипулировать, как хочет. И он станет неинтересен. Ну, я говорю, он на самом деле даже не захочет ее выбрать, потому что он сам понимает, что в принципе она ему не подходит. Мы можем рассматривать себя в качестве потенциально невесты? Или нет? Что мы тут это? Вы за натуральность. У нас ненатуральность. Ну, опять же, мечты должны сбываться. И Олег захотела пообщаться с пластическим хирургом. Я здесь. Так нет, а что на вас смотрят, что вы икона, что ли? Почему нет? Мы в качестве жениха рассматриваем. Слушай, такой красавец пришел. Ну, почти все пластические хирурги красавцы, да? Так а почему бы не пообщаться? Мы же пришли общаться. Вот мы и общаемся. Нет, мы жениться пришли, а не общаться, миленький. Перед тем, как жениться, сначала пообщаться. Естественно. Покажите сюрприз. Цветочки мы сами разберем. Это потом? Нет, цветочки мы можем сами разобрать. Нет, они специфические. Здесь для каждой из вас свой букет. Там все не так просто. Да, тут букет очень хитрый. Ну, давайте тогда дарите. Да, уже? Да. Погнали. Вы похожи на Тарзана в молодости. Спасибо. Слушайте, сумасшедший у меня букет с рябчиками, который я обожаю. Очень редкий цветок. Покажи. Так, Алекса, для этого сюрприза вы мне нужны. Она будет его, скажем так, раздражать, может быть, еще что-то. Он будет всегда видеть в ней какие-то неправильные действия или мышления по поводу ее внешности. У них все время может происходить спор. Итак, суть сюрприза в чем? Примерить ваши губы историческим персонажем. Как вы на это смотрите? Отлично. Да? Проверим. Что скажете? Мне кажется, нет. Не подходит. Не том. Идем дальше. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо, да. Кстати, была бы такая у нее такие губки. Бедная девочка ее просто испытывают. Да, и знаешь, мне кажется, это даже Степ какой-то своего рода. Ну, да, я считаю, что... Некрасиво. Так. Блин, Монро. Так, вот тут вообще впишется, мне кажется. Уже лучше. Идем дальше. Так. Ну, это уже мультяшные персонажи пошли. Вот это вот вписалось абсолютно. Так. Во. О, ну, здесь мы все знакомы с этим персонажем. Кстати, тоже хорошо. Да. Плохой, да. Привет, простая, хорошая. Идеально просто. Вот на этом, мне кажется, надо остановиться. Идеально просто. Все. Спасибо. Ну, это был Степ, да. Это был Степ, это не относится к семейной жизни вообще. Это просто, но он над ней посмеялся. Олексия. Ну, как-то вы не особо, мне кажется, рады. Почему же? Очень даже рады. Хороший. Красавец, да? Да. Очень красивый, да, образованный. Ну, уж очень юмор у него прямо. Да нет, юмора нормально. Пусть работает над образом. Для жизни, да, для какого-то вот совместного контакта, для, ну, вы действительно дико разные, вот, и, мне кажется, и ты ей не подходишь, как бы, ну, тоже. Не только она тебе, но и ты ей не подходишь. Удивительный. У него соединение Венеры и Марса в гороскопе не физическое соединение, а соединение энергии планет. То есть, очень много знаков весов, поэтому он в сфере красоты работает, но работает по-марсиански, хирургом, то есть режет. Удивительный мужчина, внешне такой вот эстетически сложенный, хорошо, и при этом очень активный и агрессивный внутри. То есть, надо сказать, что вот это внешнее спокойствие вас не должно ввести в заблуждение. Очень активный, напористый, настойчивый, временами резкий мужчина. И это хорошо, я считаю, что это интересный баланс, интересное сочетание. Но женщине нужна другая. Знакомьтесь с третьим женихом. Ничто без следа не проходит, там и у пцы остаются, и все, то есть следы в любом случае останутся. Она никогда уже не вернется к той внешности, с которой она была, до всех этих хирургических и ксанатологических манипуляций. Привет, Олекса. Меня зовут Дэн. Очень рад тебя видеть. И сегодня ты почувствуешь себя настоящей суперзвездой мирового уровня. Огромное спасибо. Спасибо большое. Денис, 28 лет, владелец шоурума в центре столицы и эксперт по мужскому стилю. Гордится тем, что его клиенты, бизнесмены и артисты. Признается, что носит с собой витамины и делает зарядку каждое утро. Предупреждает, что любит подшучивать над окружающими. Когда избранница во время ссоры взяла в руки ножницы, Денис мысленно порезал на лоскуты их отношения и пошел собирать свои вещи. Надеется, что Олекса поможет ему залатать раны. Здравствуйте. Ну да, ну вы такой модник, и что? Это ваш выбор. А как вам кажется, вот Олекса модная девушка? Да. Совпадает она с вашими представителями? Прекрасно. Я не думаю, я уверен, что мы с ней будем смотреться очень эффектно на всех мероприятиях, на фэшн-показах, в ресторане. Ну в общем, мне кажется, мы очень подходим. Вот, значит у нас тот был Леонтьев, а сейчас у нас молодой Филипп Киркоров. Прям вылитый Филис в моем пиджаке. Мне кажется, если ей белый парик с прямыми волосами, она будет похожа на Донателло Версачи в молодости. Ну, не скажу. На самом деле я за ней наблюдал, когда сидел и ждал, и девушка очень душевная. В душе у нее все-таки сидит... Она и душевная, и она и умница большая, она образованная девочка. А расскажите вот эту историю, какую познакомились со своей большой любовью. Это было в парке. Я прогуливался после работы. Дышал. И увидел девушку высокую, красивую, которая была с подругой. С маленькой некрасивой, да? Кстати, нет. Наоборот, девушка была тоже соответствующей, но просто она была не такого роста, который нравится мне. Поэтому она мне не впечатлила. Мне нравятся высокие девушки. И, как вы знаете, всегда подруга есть одна, которая позитивна, одна есть негативная. Вот негативная девушка, это когда говорит, мы не будем знакомиться, извините, молодой человек. Конечно, вы же не к ней подошли, а к другому. Ее же жаба подушила. А зачем вступать? Девушка должна сама решать. Вот, кстати, мне к вам интересный вопрос. Да, задавайте. Почему так девушки себя ведут, вторые подруги? Потому что вы не к ней подошли. Ну... Это же все на поверхности. Зависть. Коварство девичье не знает границ. Мне понравилась его наивность. Подходит к двум девчонкам и к одной из них подкатывает и хочет сразу получить, типа, одобрение от подруги. Давай ему. Конечно, будет негативно. Надо было уделить и сразу. Если бы вы к ней подошли, вы вторая бы так же себя отреагировала. Людя, пойдем отсюда. Обязательно. Всегда одна активная и красивая, а рядом с ней, как правило, второй номер. Не бывает две равноправных, так сказать. Честно, мне этот вопрос мучает уже 28 лет. Почему так девушки себя ведут? Потому что вот те, которые красивые, спецом возле себя держат. Таких, которых похужей. Но у нас для подруги хочет самое лучшее. Да кто вам сказал? Ну вы сошли с ума просто. Нет, некоторые. Ваша приятельница, вон сидит, улыбается. Ну о чем вы говорите? Никто не хочет никогда никакого счастья в личной жизни для подруги. Будут говорить. Для себя все хотят. Да. В любви не бывает дружбы. Кто прав, да. Но вы не подруги, получается. Нет. Почему? Кто мы в трое? Ну а у нас к нам мужчины не сватаются. А у нас мы разве позиционируем себя как подруги? Мы соведущие. Дедочка, значит, подруг нет, когда бабки на поле с днятами. И когда мужчины. Все. Подружба заканчивается. Я вас услышал. Мужчина как говорит? Если мне нравится подруга моего друга, он мне больше не друг. Так же и у нас. Он же вон какой красавчик. Еще и на витаминах. Я думаю, он бы справился с двумя девчонками. Да? Витамины делают чудеса вообще. Творят невозможное. Расскажите про девушку и ножницы. Чем закончились ваши отношения? Смотрите, закончились они тем, что я просто забрал вещи и ушел. Из-за чего? Из-за того, что девушка уже стала неадекватно себя вести. Из-за чего? Потому что у нас началась бытовуха. Мы начали друг друга ревновать каким-то людям. К людям или к работе? К людям. Но ревновать это не бытовух. Ну смотрите, у нее просто оказалось, что был какой-то поклонник, который в принципе за ней ухаживал до меня. И он как бы остался. Но она как бы его не выбрала. Выбрала меня. Ну он мог позволять на тот момент ей дорогие подарки. На самом деле вся проблема в том, что они занимались тем, чтобы искать повод ревновать. А не заниматься друг другом. Они не занимались друг другом. А может они ревновались, а потом занимались сексом? Ну то есть как бы тот же вариант. Ну может быть. А секс может быстро надоесть на самом деле. Так зачем она ножницы-то схватила? Она взяла ножницы и кинулась на меня. Из-за того, что я просто был уравновешенный. И то, что был уверен в себе. У нее были претензии к тому, что не даете денег, не можете водить по дорогим ресторанам. Нет, что изменяет она боялась. Наоборот, то, что я не ведусь на провокации. Потому что в основном парни, они все ведутся на провокации. Они становятся каблуками, как я называю в современном сленге. Это те парни, которые перекладывают ответственность на других девушек. Да. Уравновешенный. Слушай, а на самом деле многие ведь люди, они выбешивают свою равновешенность. Согласитесь. Вот, хочется прямо его. Да, да, сразу хочется уже. Жилье у нас какое? Двухкомнатная квартира. Ну не здесь она, она в другой стране. Сколько в месяц зарабатываем? Зарабатываю 350 тысяч рублей сейчас. 350 тысяч рублей чистыми. Хорошая заработка. Но это только начало. Я же говорю, у меня же собственный шоу-рум в центре Москвы. Спасибо, поняли. Покажите сюрприз. Для сюрприза мне понадобится его шоу. Короче, это либо будут танцы. Я думаю, какое-то шоу. Либо какое-то шоу, потому что может быть, ну не знаю, короче, все, что-то связано с музыкой. Мне кажется, что-то музыкальное. Пиджат, конечно, у вас просто супер. Да, спасибо. Просто огонь. Итак, для тебя подготовил сюрприз. Ты очень очаровательна в этом платье. Это платье с моего шоу-рума, я тебе его дарю. Согласно. Поэтому ты в нем прекрасна. Синий цвет, он... Мне кажется, у тебя много черного цвета, и хочется чуть-чуть тебя видеть более приятно. Сегодня ты почувствуешь вместе со мной, как голливудская звезда, с которой мы пройдемся по красной дорожке, как звезды мирового уровня. Потому что мы с тобой очень смотримся. Да, эффектная девушка, красная ковровая дорожка, и его одежда, все звезды. И они красиво уходят по ковровой дорожке. В закат. Замечательный сюрприз. Олег, мне нравится все больше и больше. Вы замечательная девушка, стеснительная, скромная и хорошая. Вы победите всех демонов в себе. Да, и будет вам счастье. Спасибо вам, парни. Проходите. А цветы подарить? Вы подарите. Ну, мы просто. Спасибо. Ой, нет, сейчас нельзя никаких поцелуев и даром. Сейчас коронавирус опасный. Сюрприз подразумевал сделать ее более яркой звездой, а по факту она наоборот стала... Не звездой. Ну, серая мышка в этом платье, и он затмил ее с собой, получается. Очень понравилось. Чудесное платье, очень вам подходит. И угадал с цветом, и угадал с размером. Прямо ваше. Вам это нравится? Я думаю, вы будете носить с удовольствием это платье. Очень нравится, да. Красиво. Понравился жених? Очень хороший. Или молот? Да нет, все как надо. Мотный, стильный. Нам всегда нравятся мужчины, которые нам подарочки сразу дарят, а не обещания какие-то. Подарочки есть, так что можно дать шанс. Василиса. Четкий, конкретный, целеустремленный, несмотря на то, что попал в такую, ну, в общем, не мужскую сферу, потому что мужчин в моде не очень много, объективно сейчас больше женщин, ну, на этом уровне, по крайней мере. И мне кажется, что он точно своего добьется. По поводу миллиардов не гарантирую, но то, что мужчина будет экономически всегда семью обеспечивать, мне это очевидно. Замечательно, давайте выбирать. Мне кажется, мы сто процентов подходим по этому. Андрей пришел. Ну, тут без шансов просто. Да там выбор очевиден, конечно, о чем речь вообще. Дениска молодой, вы, с своей стороны, можете помочь, в общем-то, и не жадный, и шурум под боком. Понимаешь? Стилисты-то хотели? Конечно. Мне кажется, первый жених Игорь по возрасту, ему 38 лет, вам 31. Андрей пришел сюда, не за вами точно. И Денис, да, подарил платье, вежливый, все, но я вас не вижу с Денисом. Что? В смысле? Приревновала я тебе говорю, ей понравилось Гузеевой, сто процентов. А я сомневаюсь между Игорем и Денисом. Денис лучше подошел бы по гороскопу, действительно, но вот эта разница в возрасте, она меня немножко смущает все-таки. Игорь, мне кажется, достойным, равновесным для вас партнером. Пусть немножко другой типаж, но подстроитесь после 30, это легче. В любом случае, кому бы вы не пошли, мы вас поддержим, поэтому решайте сами, к кому пойти. Короче, я думаю, что сто процентов всех в пах разбили, поэтому просто сидим и ждем в комнате, когда за нами зайдет Алекс. Я думаю, победа за нами. Я приглашаю всех выйти и поддержать Алексу. Я выбираю вас, мне очень было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, что... Я очень безумно рад, что ты меня выбрала, я очень это не хотела. Вот такая у нас красивая, яркая пара Игорь и Алексея. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Я за вас рада. Продолжение следует...